Робот ритмичный, перебирая лапками, не спеша преодолевает извилистую дистанцию. На колесах он бы проехал быстрее, но по условиям конкурса в номинации «Робо-путешественник» колеса нельзя было использовать. Поэтому участники команды «Пятый элемент» Александр Широких и Никита Пятякшев собрали робота-паука. Задача состояла в том, чтобы пройти от старта до финиша, для того, чтобы заметить цвет меток и по данным цветам меток пройти через нужные поля данных цветов. Цвета было всего четыре – красный, желтый, зеленый и синий. На региональном этапе конкурса научно-технического творчества «Робо-фест-НН» юные инженеры-конструкторы с пятой школы заняли третье место в направлении «Хелло-робот». Ребята собирали модель почти два часа, и, как признался Александр Широких, было трудно. Если честно, немного сложно, но тренировки днями мне помогли. Занимаются ребята в кружке робототехники, который ведет Вячеслав Геннадьевич Кошелев. Под его руководством не только мальчики, но и девочки учатся собирать и программировать роботов. Настя Панина впервые участвовала в фестивале. Вместе с одноклассниками она выступала в номинации «Робо-фишки». Мы тоже сами собирали робота. Он у нас был меньше и гораздо проще, чем робот-паук. Мы его собрали минут где-то за 20. В первом раз он сломался из-за того, что мы его случайно хрупко какую-то деталь собрали, и она отвалилась во время соревнования. Но во втором заезде у нас получилось. Вячеслав Кошелев считает, что соревновательная робототехника дает детям уникальный опыт, который в школе они не получат. Ребята учатся быть самостоятельными, брать на себя ответственность за принятые решения и работать в команде. Каждая команда самостоятельно, без взрослых, без моего участия, должна занять свое место, с нуля собрать робота, дальше на площадке тренировку провести и дальше выступить удачно. И проблема заключается в том, что навык вот в такой большой команде отвоевать себе место, он в сегодняшней жизни достаточно важен. Также на занятиях по робототехнике школьники применяют знания, которые получают на уроках физики и математики. Это в свою очередь улучшает успеваемость ребят по этим предметам. Елена Грязкова, Евгений Шевцова, Сергей Рябов, служба новостей СОРОВ-24.